здравствуйте из почты я уже знаю насколько это завораживающее занятие делать тканевые цветочки по моему столу судя понятно что это действительно остановиться невозможно завораживает в прошлый раз мы с вами создавали цветики из полосочек и кружочков сегодня я предлагаю заняться квадратиками они у нас были неохвачены сейчас я решила взять вуаль конечно это не натуральная ткань искусственная но она не выбивается из стиля когда будет только дополнять не будет давляющий прозрачная ткань квадратик я сложу в форме треугольника и сейчас проложу строчку по прямому углу по срезам в прошлый раз мы уже использовали этот прием когда мы не обрывая нитки получаем вот такие вот милые лепестки и сразу же продолжаем собирать цветок в целом то есть нитку я не обрежу сейчас я ее закреплю и соберу остальные четыре лепесточка цветочек похожий на нарцисс который мы с вами делали в прошлый раз но из-за того что мы использовали заготовку другой формы не круглую а квадратную у нас получились закругленные лепесточки теперь осталось только задекорировать середин незаменимая розочка для центра и три маленькие бусинки и получилась совершенно дивная штучка очередная из следующий квадратик которому я приступлю будет льняной и со стороной 5 сантиметров и как я поступлю я тоже сложу его по диагонали а теперь буду просто сворачивать к центру лепесток закладывая складочки чем легче ткань тонкий хлопок или тонкий лен тем легче будет прошить вот эти складочки но вообще у меня даже сейчас все получится смотрите вот я закрепила нитку и закрепила складочки а теперь я возьму и крепко крепко обмотаю основание лепестка чуть-чуть расправлю его получится такое как перышко красивая очень и и завяжу нитку мне осталось только повторить эту операцию еще четыре раза и у меня получится еще один пяти лепестковый цветок нитку я прерывать не буду нанежу на нее остальные готовые уже сделанные 4 лепесточка очередное собрание в нашу коллекцию тканевых цветочков и вот смотрите квадратики приемы чуть-чуть разные фактура ткани разная сама ткань разная и цветочки получились совершенно разные и совершенно замечательные по моему осталось только как обычно закрыть серединку или подобрать красивую пуговку вот в этом случае перламутровую это натуральный материал тоже очень в стиле выбранном нами или любимую розочку какую-нибудь подходящую по размеру с полосочками мы с вами развлекались с квадратиками и кружочками тоже чтобы еще такое придумать а давайте вырежем деталь вот такой интересной формы похожий на острый глаз рукодельницы мне сейчас очень понравилось сворачивать лепесточки давайте посмотрим что получится если сворачивать лепесток вот такой формы я тоже сложу его пополам и начну складывать и каждую складочку я буду фиксировать сразу же как только ее за мной первая складочка зафиксирована вторую заминаем так чтобы получилось как будто перышко чуть-чуть под углом к 1 третью еще ниже и вот эти уголки крайние у нас в процессе работы сближаются между собой и четвертая складочка излишки похожие на рыбкин хвостик я срежу и для цветочка вот по этому рецепту мне понадобится всего четыре лепестка то есть я должна сейчас сделать подобным образом еще три штучки готово а по какому принципу будем собирать по принципу цветка получился вот такой цветочек осталось придумать чем закрыть серединку либо зеленой розочкой можно поменьше можно побольше либо какой-нибудь причудливой пуговицей вот эти пуговицы они из кокоса но это конечно излишне она закроет весь цветок а какой-нибудь вот такой вот натуральный очень красивый льняного цвета кокосового цвета можно задекорировать вот серединка закрыта я действительно решила использовать кокосовую пуговицу и вот такой вот еще один необычный цветок готов и вот посмотрите на это богатство вот этих вот заготовок хватит на несколько колье или браслетов и вот здесь нас подстерегает основная трудность как я уже говорила в прошлый раз стиль боха требует безупречного вкуса и отточенного чувства меры можно же смешать так что получится винегрет вкусно конечно но не очень эстетично не очень красиво и вот теперь среди всего этого многообразия мне нужно подобрать цвета так чтобы мне это нравилось ну вот как в данном случае здесь немного цветов синий и льняной так скажем коричневый оттенок но есть оттенки и вот здесь тоже коричневая оранжевая зеленая гамма желтая но давайте посмотрим как они будут выглядеть в одном украшении собранные в месте если я возьму вот такой яркий цветок или какую-нибудь большую розочку это лучше всего послужит нам центром украшения и начнем формировать колье именно вот с этих цветов самых крупных и для начала мы еще должны для себя определить мы хотим получить симметричное или асимметричное украшение ведь может быть и такое и такое у меня например очень люблю асимметрию но сейчас посмотрим что получится вот что у меня получилось в результате вот такая дивная композиция я сознательно сделал ее достаточно объемной и асимметричной потому что проще процесс сборки объяснить именно на сложном а простое вы уже сделаете сами и так как вот эту получившуюся форму зафиксировать так чтобы она в результате красиво лежала на груди на шее нужно взять лист бумаги и перенести вот эту вот всю форму аккуратненько на бумагу если вы в процессе потеряете мысль у вас получится еще одно украшение новое и теперь нам нужно вот эту причудливую форму обвести на бумаге то есть мы сейчас с вами сделаем выкройку и вот посмотрите вот заготовка вот выкройка а теперь нам нужно жесткую основу сделать для нашего колье здесь может быть два выхода можно в качестве основы использовать фетр он достаточно мягкий он будет держать в ту форму в то же время почему неприемлемо это для меня лично такое колье яркое жизнерадостное очень летнее оно прекрасно будет смотреться на летнем сарафане допустим в глубоком декольте украшать и вот для меня будет очень жарко шерсть когда к телу мне кажется это не очень приятно есть вариант еще просто самый быстрый сделать выкройку на фетре и каждую вот заготовочку просто приклеить на клей посадить но мне кажется это противоречит принципу экологичности поэтому я буду использовать тот же самый лен и пришью все эти заготовки по месту но лен то мягкий как же он будет держать форму даже при наличии выкройки он будет деформироваться для этого я пошарила у себя в хозяйстве и нашла бывшую подставку под горячее которая расплавилась от температуры выбрасывать мне было жалко и вот я и дарю вторую жизнь третью потому что одна часть уже у меня в колье мне осталось перенести нашу выкройку вот на эту тонкую пластмассу и потом еще дважды выкроить то же самое на ткани но уже с припусками на швы где-то примерно сантиметр обратите внимание на ткани припуски на швы на жесткой заготовки этих припусков на швы нет теперь нам остается только закрепить заготовочки цветочков на одной части ткани пришить их надежно а потом собрать все вместе недаром я готовилась так много я решила поменять украшение моя любимая брошь я ее очень люблю больше всех ну и вот это тоже люблю и она тоже моя любимая и я тоже люблю больше всех извините отвлеклась и так остановились мы с вами на сборке колье я закрепила на основании на ткани все свои заготовочки здесь смотрите сами припуски лучше пока не трогать мы с ними разберемся потом когда все будет закончено и теперь нам осталось сложить такой сэндвич нижняя часть колье заготовка которая поменьше и верхняя часть колье мне очень нравится когда завязочки дают возможность регулировать колье по длине вот как в моем случае видите какие длинные красивые на концах деревянные бусины с большими отверстиями и узелки завязаны завязочки могут быть и из кружева подходящего по цвету вот одна идея вот вторая идея мы просто вкладываем кружева между частями и когда будем аккуратно незаметными стежочками прошивать по кругу мы просто в местах соединения нескольких уже больших частей где у нас будут пришиты завязочки мы несколько раз вернемся иголочкой туда и обратно и вот только тогда когда у нас будет все собрано когда уже будет все держаться достаточно крепко вот тогда мы уже решим подрезать нам припуски нашего сделать ли их менее заметными как в данном случае или оставить вот таким вот рыжим это украшение очень ярким очень жизнерадостным вот только на том этапе мы их уберем и я предлагаю вам использовать ножницы зигзаг почему именно их удобно размахрить потом сложная очень форма очень много выпадов не везде есть долевая где будут ниточки выходить а когда у нас уже зубчики есть на ткани гораздо проще организовать вот эту вот изюминку украшения ну и вот здесь как я уже говорила остановиться сложно пустоты которые у нас образуются вместе соединения двух круглых деталек мне захотелось закрыть бисером но это уже вы решите для себя как дополнительно декорировать это изделие вот у меня есть очень красивые такие бусинки перламутровые возможно я их использую для завершения работы они во-первых привнесут такой загадочный блеск мне очень нравится что получается в конце ну что миллион идей осталось только воплотить их в жизнь у каждой из вас получится собственное украшение я с нетерпением ожидаю почты и ваших фотоотчетов что же получится у вас чем вы пойдете украшать мир этим летом жду ваших писем в следующий раз мы обязательно придумаем что-нибудь интересненькое а на сегодня все до свидания